Санкт-Петербургский государственный академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана открыл свой 41-й театральный сезон гастрольным туром в Китай. Спектакль «Раден. Её вечный идол» на музыку Равелия Сен-Сан Сэма Сне представили в Пекине и Шанхае. На представление в столичном национальном центре исполнительских искусств побывала наша съемочная группа. Спектакль Бориса Эйфмана «Раден. Её вечный идол» посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов. Агюста Радена и его ученицы, возлюбленные и музы Камилы Кладель. История их страсти трагична. 15 лет они составляли одно чувственное и творческое целое. Однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камилы и стал началом её гибели. И в этом была и для меня сложность, как и для классического артиста, уйти от этих классических форм. Даже шаги, даже положение кисти, они должны были быть более натуральными. В балете отражены тоска Радена по своей музе. Муки его совести и порождённый душевным недугом насыщены болезненными наваждениями бред и жажда мести Камилы. На языке тела танцовщики говорят о страсти, внутренней борьбе и отчаянии. Спектакль Эйфмана «Раден. Её вечный идол» — это размышления о непомерной цене, которую приходится платить гением за создание своих бессмертных шедевров. И, конечно же, о тех муках и таинствах творчества, что всегда будут волновать художника. Сегодня, на самом деле, очень волнительно, потому что «Раден» — это такой специфический спектакль. Я знаю, что китайцы очень любят именно классический балет. И если Анна Каренина есть приближение к классике, то «Раден» — это что-то совершенно иное, другое видение хореографа. И поэтому донести всю суть нашего спектакля нужно, наверное, постараться вдвойне в крайне. Борис Эйфман — один из ведущих хореографов мира. В 1977 году он создал собственный театр «Новый балет» при Лен-концерте. 13 лет спустя театр был переименован в Санкт-Петербургский государственный академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана. Его репертуар отличается чрезвычайным жанровым разнообразием. Игорь Злотников, Виктория Слепцова, CGTN.